Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В июле Федеральное бюро расследования обновило список 10 самых разыскиваемых преступников. В него вместе с убийцами-насильниками попала основательница OneCoin, криптокоролева Ружи Игнатова. Рассказываем ее историю. Когда Ружи было 9 лет, ее семья эмигрировала из Болгарии в Германию. Окончив школу, она поступила в Оксфорд. О ее университетских годах, как и о том, что было после известно мало, в 2005-м Игнатова защитила докторскую диссертацию по международному частному праву и устроилась работать в крупную консалтинговую фирму McKinsey. По вопросам бизнеса она консультировала такие компании, как, например, Alliance и Rafeisen Bank. После, несколько лет, Игнатова возглавляла крупнейший в Болгарии фунт управления активами. Но главным своим проектом болгарская предпринимательница всегда называла OneCoin, который вместе с братом и несколькими партнерами основала в 2014-м. По данным BBC, меньше чем за три года существования проекта с августа 2014 по март 2017-го он привлек 4 миллиарда евро от частных инвесторов со всего мира. Их приглашали на специальные семинары, где по воспоминаниям тех, кто на них был, подробно и обстоятельно объяснялись все преимущества вкладов. Находить первых клиентов помогали и связи Игнатовой со времен работы в консалтинге. Как выяснилось позже, все инвесторы вкладывались не в криптовалюту, а в учебные пособия, которые должны были научить зарабатывать на крипте и стоили от 100 евро до 118 тысяч евро. В пособиях не было никаких эксклюзивов, только компиляция сведений с разных интернет-сайтов. Вместе с учебниками инвесторы получали токены, которые якобы можно было обменять на национальные валюты. В компании обещали запустить для этого специальный сервис OneCoin – Exchange. Старт его работы постоянно откладывался якобы из-за технических трудностей. В итоге запуск так и не случился. В 2016-м Игнатова утверждала, что скоро OneCoin станет самой успешной криптовалютой в мире, которой будут расплачиваться все и везде. И называла его убийцей биткоина. Как теперь говорят эксперты, она выбрала идеальное время для реализации своего плана. В конце десятых о биткоине говорили много, а знали мало. OneCoin работала по принципу сетевого маркетинга. За привлечение новых инвесторов кладчикам возвращали часть их взносов, а если новички привозили кого-то еще, то приглашающий получал аналогичное вознаграждение и за них. По такой же модели работают, например, Ари Флейм и Гербалаев. Успех OneCoin связывает в том числе с тем, что инвесторы приглашали в проект в первую очередь родственников и друзей, которые им доверяли. Кладчики рассказывали, что присоединялись к проекту, боясь упустить очередной шанс разбогатеть на крипте. Многих ослепляла харизмой Игнатовой. Она выступала перед огромной аудиторией на конференциях авторитетного журнала Economist и при любом удобном случае рассказывала о своих многочисленных дипломах. В самом масштабном расследовании, которое в 2019 году провела BBC, приводится такая история. В начале октября 2016 эксперту по блокчейну Бьорну Бьорке позвонили из кадрового агентства с предложением о работе. Некий болгарский криптовалютный стартап искал технического директора. Бьорке предлагали жилье, машину, хорошую зарплату, 250 тысяч фунтов в год. Когда он поинтересовался, что предстоит делать за такие деньги, звонивший сказал, прежде всего им нужен блокчейн. Сейчас у них нет блокчейн-платформы. Что? Удивился Бьорке. Вы же сказали, что это криптовалютная компания. Агент ответил, что да, мол, это криптовалютная компания с историей, но блокчейна у них все это время не было. От работы Бьорке отказался. А когда выяснил, что звонивший искал сотрудника для OneCoin, стал выступать на телешоу и YouTube, рассказывая о махинациях Игнатовой. Но вкладчики не только не верили ему, но и угрожали. Некоторые социологи позже будут сравнивать OneCoin с сектой. Проект Игнатовой напоминает мессианский культ. Адепты которого потеряли способность мыслить критически. Инвесторы рассказывали, что после первого вклада их добавляли в группу WhatsApp, в которой запрещалось критиковать политику компании и задавать неудобные вопросы. Вкладчиков убеждали в том, что верить чему-либо, приходящему из внешнего мира, не стоит. Возможно, именно поэтому почти три года никто из ложившихся не верил, что у OneCoin нет и никогда не было блокчейна, без которого криптовалюты быть не может. В 2017-м, когда запуск обменной платформы откладывался уже третий год подряд, а обещанные части взносов от новеньких получало все меньше людей, стало понятно, что у инвесторов OneCoin накопилось много претензий. Одной из прозревших была Джен Макадом, которая благодаря независимым экспертам в области криптовалюты узнала, что все цифры с сайта OneCoin не имели никакого отношения к майнингу. Их просто вбивал в компьютер сотрудник компании. В октябре для того, чтобы у участников была возможность задать вопросы лично, в Лиссабоне был организован крупный съезд. На мероприятие «криптокоролева» в кавычках не появилась. С тех пор прошло пять лет, и где она находится, до сих пор неизвестно. В начале 2019-го власти США заочно предъявили Игнатова обвинение в мошенничестве и объявили ее в розыск. Многие другие люди, связанные с OneCoin, уже арестованы. Среди них, например, сооснователи проекта Константин Игнатов, брат Ружи, а также юрист компании Марк Скотт. В мае этого года Европол внес Игнатову в список самых разыскиваемых преступников. Теперь она попала в аналогичный топ FBI. За информацию, которая поможет задержать ее, Федеральное бюро расследования готово заплатить до 100 тысяч долларов. Сущие гроши по сравнению с масштабами мошеннической деятельности преступницы. У Игнатовой было все, что обычно необходимо мессии. Из атрибутики, диплома о высшем образовании, степень доктора философии и фотография на обложке Forbes докторская степень была настоящей, в отличие от обложки журнала. Впрочем, адепты Игнатовой в такие тонкости не вникали. На стадионе Вембли в Лондоне в 2016 году она буквально вколачивала в толку свои пророчества. Через пару лет о биткоине никто даже не вспомнит. Тысячи собравшихся с восторгом верили ей. Бизнес-модель Игнатовой была построена по принципу сетевого маркетинга, комментируют эксперты. За приглашение нового инвестора клиент получал небольшой бонус, а если тот приведет еще кого-то, клиент получит и часть нового взноса. Так, в конце концов, работала МММ Сергея Мавроди. Согласно внутренней документации, Ван Коэн, ее выручка в первом квартале 2015 года составила около 100 миллионов долларов. К концу того же года доходы вырастут уже до 600 миллионов, а за 2016 компания получит от инвесторов примерно 2,5 миллиарда. Но в один прекрасный день ружья Игнатова просто исчезла. С тех пор прошло уже почти пять лет, но единственное, что известно о ее судьбе с тех пор, это то, что через несколько дней после сорванного съезда в Лиссабоне она совершила авиаперелет из Софии в Афины. В обвинении FBI утверждается, что Игнатова обманула инвесторов более чем на 4 миллиарда. В действительности эта сумма наверняка намного выше и может достигать 15 миллиардов. Кто-то полагает, что после побега Игнатова получила паспорт России и живет то там, то в Дубае, у нее были хорошие связи с правящей там семьей. Кто-то, напротив, считает, что Игнатова, изменив внешность, живет в самом сердце Европы, в Германии, практически у всех на виду. Так или иначе, найти королеву криптовалюты пока не смогла ни одна спецслужба мира. Жажда легких денег, нехватка знаний о криптовалюте и доверчивость пользователей. 46 тысяч человек заявили, что стали жертвами обмана в интернете в прошлом году. Отсутствие централизованного органа, который мог бы останавливать подозрительные транзакции. Невозвратность криптопереводов и недостаточные знания людей в области криптовалют позволяют мошенникам увеличивать свои доходы и оставаться безнаказанными в большинстве случаев. Средняя сумма убытка достигла 2,5 тысяч долларов. Почти половине заявлений сообщалось, что мошенники действовали через социальные сети, размещая объявления или посылая личное сообщение. Чаще всего аферисты использовали Инстаграм, Фейсбук, Ватсап и Телеграм. По данным отчета, люди в возрасте от 20 до 49 лет в три раза чаще, чем старшие возрастные группы, сообщали о потере криптовалюты. Но, как правило, с возрастом увеличиваются суммы убытков, достигая 11 тысяч долларов для людей в возрасте 70 лет. Романтические аферы занимают второе место после инвестиционных мошенничеств. 185 миллионов долларов было потеряно таким образом в 2021 году. Все начинается с обыкновенного романтического знакомства в интернете. Через некоторое время после начала общения, завоевав доверие, мошенник начинает небрежно давать советы по вложениям в цифровые активы, предлагает свою дружескую помощь. Симпатизирующий ему человек во множестве случаев соглашается на псевдовыгодное предложение. В среднем сумма, потерянная при таком способе мошенничества, составила около 10 тысяч долларов. В некоторых случаях мошенники, выдававшие себя за пограничников, сообщали людям, что их счета будут заморожены в рамках расследования о незаконном обороте наркотиков. Единственным способом защитить свои деньги, предлагалось перевести их в криптовалюты через банкоматы. Через подставной QR-код средства посылались на кошелек мошенника. Кроме мошеннических всем, в социальных сетях злоумышленники взломают официальные веб-страницы и аккаунты компаний или знаменитостей и размещают там фишинговые ссылки на сторонние сайты. Одним из видов скама являются фейковые стримы в YouTube от имени звездных предпринимателей. Злоумышленники используют образы главы Tesla Илона Маска, гендиректора Ripple Бреда Гарлингхауза и создателя Ethereum Виталия Капутирина. Бюро по улучшению бизнеса США сообщает, что криптомошенничество стало вторым по степени риска. Мошенничество с покупками в интернете по-прежнему остается лидером среди самых рискованных направлений. В то же время мошенничество с трудоустройством опустилось со второго по степени риска на третье. Отчет Better Business Bureau также предлагает ряд советов, которые помогут избежать мошенничества с цифровыми активами. Во-первых, потребителям стоит быть предельно внимательными по отношению к тем, кто предлагает им быстро заработать. Кроме того, стоит помнить, что мошенники могут притворяться вашими друзьями и знакомыми. Специалисты рекомендуют никогда не использовать систему онлайн-платежей для перевода денег кому-то, кого вы не знаете, а также всегда подвергать проверке, является ли кто-то брокером и уточнять информацию о нем на веб-сайте регуляторного органа финансовой индустрии. Вот так-то. Таким был этот день, как его увидели мы здесь в редакции RTN. Всего вам доброго.